Буквально только что произошло забавное событие, которое почему-то напомнило что-то вроде соревнования «Кто тупее». Причем участники конкурса вошли во вкус и уже просто забыли о том, какой титул на кону, а им просто важно опередить соперника. Это уже чисто спортивный интерес. Наверное, в такое нелегко поверить, но мне лично приходилось участвовать в диалоге с жителем страны, родины Белых Полярных Лис. Когда пишешь ему о том, что Путин превзошел всех в мире по уровню разграбления казны, оппонент отвечает «И что, мы гордимся тем, что Путин самый крупный вор». В принципе, это не отдавало бы такой острой дичью, если бы этот вор не вынимал деньги из карманов этого самого Олуха. Ведь трудно себе представить его же, выходящего из общественного транспорта, ищущего и не находящего своего кошелька, а поняв, что его обокрали, радующегося тому, как это мастерски было сделано. В данном же случае Путин обокрал не только его, но его детей и внуков, а чудак этим гордится. Но тут несколько другой сюжет. Израильские военные обнаружили, что боевики проиранских сил устроили минирование сирийско-израильской границы в районе голландских высот. Как известно, военная разведка у израильтян работает сурово, и они очень быстро установили как самих лиц, проводивших минирование, так и их связи. Таким образом, они вышли на деятелей из южного командования иранских сил Куц, оперирующих в Южной Сирии в промежутке между Дамаском и границей с Израилем. Тут надо заметить, что израильтяне прямо и не раз заявляли о том, что не допустят активных действий иранцев у своих границ и будут уничтожать все, что будет обнаружено. И вот как в той старой песне про похороны Абрама назрела предпосылка для скандала. Как только было подтверждено, что именно Иран стоит за попыткой масштабного теракта, Цахал предпринял ответный ход. Как говорится в сводке Цахал, авиация нанесла удары по иранским и сирийским целям в промежутке между Дамаском и Голландскими высотами. Как всегда, разведка уже имела ряд потенциальных целей, в список которых входят места скопления боевиков, хранилища оружия и боеприпасов и сопутствующие цели, обнаруженные по ходу операции. Вот они-то и представляют интерес в данном случае. Иранцы уже не раз и не два говорили о том, что российские средства ПВО намеренно не задействуются для прикрытия иранских объектов в Сирии. Иранцы даже вели речь о сговоре, но после того, как турки устроили разгром российских ПВО под Идлибом и в Ливии, риторика немного изменилась. Они стали высмеивать бесполезное российское железо и с уверенностью заявили, что больше они не намерены рассчитывать на россиян и прикроют собственную критическую инфраструктуру системами ПВО своего производства и обеспечат их как своими специалистами, так и своим командованием. Сказано – сделано. Именно юг Сирии они взяли под свой контроль и там же развернули свои вундервафли, которые разрекламировали как превосходящие российские. Так вот, израильтяне отбомбились по целям, связанных с минированием границы, а заодно обнаружили иранские вундервафельные ПВО. Их они уничтожили в нагрузку в виде бонуса, между прочим. И тут стало понятно, что оба союзника, Иран и РФ, производят отсталый хлам, который не представляет никаких проблем для современной высокотехнологичной армии. И если раньше панцирь стал синонимом средства для отпугивания птиц для огородов, то теперь в эту же категорию переходит иранское железо, которому тоже аналог говнет. Так что по этой части очень скоро иранцы могут сравнять счет с россиянами. Израиль им в этом поможет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова